здравствуйте уважаемая аудитория канала объективный уголок сегодняшняя повестка дня объектив HANIMX или HANIMX по-разному именуют впрочем это слово не русское поэтому можно переводить как душа заблагорассудится широкоугольник 28 миллиметров 2 и 8 светосила судя по серийному номеру 85 год выпуска основной причиной почему он стал героем выпуска это его неизвестный байонет визуально по габаритам почему-то ассоциируется с экзактой но эталона в наличии не имеется самое главное не это задник снимается по резьбе но резьба не похожа на м42 я бы даже сказал категорически не похожа примерно на 4 миллиметра рассмотрим задник подробнее элемент явно состоит из двух частей вставка непосредственно средьбой и наружный корпус имеются три винта вообще когда первый раз увидел всю эту картину возникло впечатление что о да это же хвост типа т2 быстренько поменять и все в порядке но не тут то было как раз из-за несоответствия резьбы однако объективчик постоял примерно с неделю может быть даже чуть больше и появилась такая вот идея если здесь не резьба м42 и даже не резьба м42 с маленьким шагом то почему бы не попробовать изъять вставку может быть она все таки как-то вынимается не без варварства удалось подцепить плоской отверткой и начать выдвигать вставочку с резьбой из корпуса но вставочка с резьбой была посажена еще и на клей и судя по тому как он выглядит по месту отрыва очень похоже на банальный супер клей впрочем тут я конечно же могу ошибаться что имеем теперь имеем если навернуть резьбовую вставку на корпус обратно фактически некое подобие того что можем наблюдать на объективах типа юпитера 37 а то есть хвост с неким углублением за которое могут зацепляться фиксирующие прижимные винты это очень хорошо берем хвостовик т2 извлекаем отсюда его вставочку которая как можете видеть вообще других габаритов и как ни странно пусть и с некоторым зазором но хода бедно хвост одевается если это дело и сейчас еще и на ником будет работать я не только удивлюсь не буду весьма рад вообще конечно выглядит все это весьма весьма не аппетитно проверить хотя бы легло ли ровно вообще не испытывал больших надежд что все сейчас возьмет и совпадет настолько хорошо что можно считать что можно будет считать эту самую картину маслом завершенный как видите просто напросто люто колбасит плоскость поэтому уж точно это не рабочее решение но просто примерить на камеру данную сборочку вполне можно как показала проверка бесконечности где-то сантиметрах на 45 50 но как говорится есть куда есть куда смещаться и вообще идея принципиально показала свою жизнеспособность а раз так значит есть смысл подумать уже более более конкретно с размерами с обдумыванием от чего будем отталкивать само собой стоит отталкиваться от вопросе установки ширика на что-то современное и массовое будем отталкиваться от текущего его состояние под текущей комплектации самое главное что есть есть плотное примыкание резьбового кольца корпусу есть заведомо лишний примерно миллиметр со стороны условно говоря камеры есть в распоряжение примерное совпадение с баенетом типа т2 сточил все что выступает из баенета ником плюс немного заглубился раскрыть конструкцию чтобы помыть от стружки и будем проверять как это теперь работает мой план удался только с некоторыми поправками остался небольшой зазор между корпусом объектива и между хвостом потому как сам объектив упирается в переходник торец переходника несколько раньше впрочем это не принципиально бесконечность на ником уже есть даже с небольшим перебегом мой вердикт по качеству съемки данного объектив весьма удивлен при открытой диафрагме резкость достаточно высокая хотя и можно усмотреть некоторые ореолы например вокруг светлых надписей на темном фоне если сравнивать с чем-то из нашего то наверное на уровне на уровне среднего не самого лучшего не самого худшего мир один пожалуй так по части по части резкости еще пара кадров не по порядку идет то что хотелось бы показать это на немного прикрытой диафрагме это открытая такая тестовая таблица прямо в рамках станка думаю если снимать регулярно на три с половиной светосили картинка будет радовать причем на такой светосили на такой диафрагме по идее в боке сильных изменений не должно происходить поскольку диафрагме 8 лепестков не слишком много но и немало в отдельных случаях возможной операции всякая хроматика она лезет по боке боке назад интересен вид переднего плана блики приобретают вид бубликов прямо как у зеркально-менисковых объективов нуля настолько сильно выражено но очень схоже согласитесь уже который раз пытаюсь записать концовку и выдать некий вердикт по объективу но не получается выразить мысль лаконично надеюсь эта попытка будет успешной во всех попытках мысль сводится к одному ханим x28 на 2.8 это не сверх шедевр оптического производства но объектив на мой взгляд совершенно пригодный к повседневной практике по сделанным примером по техническим картинкам если угодно на открытой диафрагме видна легкая мягкость которая при крупных планах может сыграть на руку на слегка прикрытой диафрагме получаем высокую резкость и детализацию по крайней мере как это выглядит на экране фотокамеры в любом случае этот объектив для пользователей системы nikon имеет уже одно неоспоримое преимущество в сравнении со стандартными зенитовскими объективами например а именно уже полная готовность к работе на зеркалках ником по части совместимости полагаю со всеми кропами проблем никаких не будет как и на моем d7000 а вот с полным кадром из-за габаритов хвоста теоретически возможны проблемы если это что-то даст то в положении бесконечности максимальный вылет хвоста внутрь камеры таков впрочем совершенно не исключаю что и на полном кадре проблем не будет хоть и гарантировать этого никак не могу если вас данный объектив заинтересовал то пожалуйста прошу пишите в личку вконтакте либо в instagram в директ на этом у меня сегодня все материал сравнительно простенький я бы даже сказал категорически простенький на фоне обычных работ но с чем уместным его все-таки опубликовать и на этом мне сегодня добавить нечего спасибо за внимание увидимся на канале объективный уголок и и и и Продолжение следует...